Массовое применение электрошокеров, многочасовое ожидание в автозаках на морозе. Перед заселением в ОВД, внутри переполненные камеры и побои. Так рассказывают о попыте своего задержания участники манифестации в поддержку Алексея Навального последних дней. По их итогам в отделениях полиции по всей стране оказались свыше 10 тысяч человек. Возбуждены 50 уголовных дел, по данным ОВД НПО. Реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции. Так что это? Нарушение прав человека или искажение фактов, происходящего в стране? Тему обсуждали на переговорах в Москве верховный представитель АЭС по иностранным делам Жозеф Боррель и глава российского МИД Сергей Лавров. Настоящие баталии мнений разворачиваются и в Рунете. Пропорционально ли примененная против митингующих сила, исходящая от них угрозе? Кого защищает тот сотрудник полиции, что направил табельное оружие в протестующих в Петербурге? Говорит о крепких нервах полицейских корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Иные задержания так и хотелось назвать бархатными. Со спасибо, пожалуйста, и любезно прошу в автобус. Жесткие задержания, конечно, тоже были. И стороннему наблюдателю могло показаться, что силовики хватают, кого попало. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не отрицает. Били. Но обращает внимание на то, как били. Факты полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах ОБСЕ упорно игнорируются официальными лицами и ведущими СМИ, заявляет она. И прилагает подборку кадров с разгонов митингов, в частности, в США и Франции. Для сравнения. Глава комитета против пыток Игорь Каляпин объясняет, почему российских силовиков стараются не привлекать к ответственности за избыточное насилие. Иначе они начнут действовать по закону, считает он. Пока никто из них там кирпичи кидать не начнет в витрины и чего-то сжигать, мы никого задерживать не будем. По закону вот оно так, между прочим. А властям это надо? Нет. Властям это не надо. Властям надо, чтобы эти митинги разгоняли. Потому что если эти митинги разгонять не начнут, на них будет приходить гораздо больше народу. А если на них будет приходить гораздо больше народу, на это невозможно будет не реагировать. Государство должно быть монополие на применение насилия, все верно. Другое дело, что это насилие должно быть законным во всех случаях. Если и правоохранительные органы и спецслужбы столько лет готовились к тому, чтобы предотвращать какую-нибудь оранжевую революцию, то они будут видеть ее признаки даже там, где не особенно разглядишь, считает политолог Екатерина Шульман. А бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута называет силовиков карателями и критикует тех, кто признается в отсутствии сочувствия к протестующим лишь потому, что те знали, на что шли. И кто говорит ОМОНу – работайте, братья, совершенно не осознавая, что завтра будут бить их. Мы предложили нашим читателям и зрителям рассказать, с чем, по их мнению, связано насилие во время последних акций протеста. В первые часы голосования две трети участников вопроса посчитали, что всему виной жестокость полиции, а не провокации со стороны протестующих. А что думаете вы? Ждем ваших комментариев на нашем сайте и в наших соцсетях. Всего доброго!